Семен Семенович! Давай, давай, давай! Елен Семенович, дорогой брат! Этот! Закрываю дверь? Нет, нет, там Вячеслав Божий подойдет! Ты сейчас зайдешь, там будешь все, как я книги буду давать, а то такие редкие у тебя будут снимки, вот смотрите у меня 1774 год! Давно это было! Но смотри, уши не болят от него, чувствуешь? Ну пойдемте! Сейчас он не режет, а громко ведь? Громко, но не режет, то есть чисто качественно сделано. Я оставлю открытым все. Порядок такой, заходим обувши, сразу раздываемся и на половичок не становиться голой ногой. Заходим! С миром принимаем! Сейчас мы тут будем до нужной кондиции давать. Давай здесь. Ладно. Мир дом Семенов! Миром! Так. Я сейчас наготовлю тут уже. Сейчас гляну сначала кто ко мне зашел или нет по скайпу, а потом начнем их собирать. А что какая разница, сейчас я тут настраиваю. Пока вот это не включил диктофон, сейчас налаживаю. Вот можешь посмотреть как это происходит. Как когда Тихоныч там трудится. Что это такое? Раз, раз, раз. Так. 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 Да. Он тут кое-что придется взять. Не квальс. пропущен звук. Юрий Пахмутов зашел. Обед готов, приходите. Туда еще на пять минут опоздал. Иван Жарковский. Иван Жарковский, я зашел, я его сниму сейчас, перетащу к себе. Завознательный такой человек, спрашивает. И благодарный. Сейчас батюшки-то поделал, он сказал. Что поделал? Поделал сейчас батюшки, он выгубил. Ты понимаешь, прям в точку он ему нажал. Представь, столько лет живут, люди рядом. Ни разу не предложили ягод собранных. Ему постоянно приносит? Игнатий-то всем постоянно дает. Мы собрали, что-то поймали, карасей идет, по деревеням раздает. А тут никак нету. Поэтому Богородице из Человека Родицей возглашается, Святая Дева. Благо, чести, учителями. Одно именование ей, как по природе, раба, родившей, другое по причине образа Бузра, Карабах, Пёбра, Забожница, Легионов. По прибежках все. Алексей Лапиев. Все, девяносто автомат электроники. Все, ухожу. Прокреплю. Будем сейчас смотреть, что на ней есть. Так. Ну-ка, подними-ка, я еще хочу. Куда? Куда вытащи. Как? Вставь туда. Сюда? Ну да. Развязывай, смотреть. Сразу нажимаем. Все. Только 650, вместо них, полных комплектов, подарили мы Богородице мира. Да. Из 1650. Бесплатно, конечно. Нам обошлось это в 35 миллионов рублей. Да. Затеяли, и Господь позволил. Значит так. 18 и том. Давай-ка мы сюда где-то. 18 и другой 18. Закрывать их на тех 17. Нет, оставься. Зеленый свет. У нас книга Зеленый свет. Игнат Тихонович, Вячеслав спрашивает, закрывать там дверь? Да, можно не закрывать. Это 19. Все разного света. С миром принимаем. Так книги не издаются, чтобы все разного. У меня все разные. Это 21. Смотри, погляди, какое издание. Да. В Америке меня тут, когда Сан-Франциско сказали, у нас так не издают. Вот. Да. Минутрики. Вот. Это что? 22. 21. 22. 22. Да. Двадцать третий, двадцать второй, щас разложим, двадцать третий. Золото, это евреев, про евреев, за 3600 лет, что было сказано. Дальше, двадцать четырех, подожди маленько там Вячеслав, какие цвета, все до одного разного цвета. По любовью все это сделано было. В каждой книге примерно три тысячи ссылок на Библию. Это вообще нет. Сейчас мы будем... Так, положим здесь два. Второй том. Второй. Один четвертый. Двенадцатый. Шестнадцатый. Это третий том. Какие все православие? Два. За две тысячи лет издания Нового Завета не было никогда такого. Нету. Чтобы вышел Новый Завет полным толкованием с откровением. Никогда не было. Это первое. Второе. Иллюстрировали. Двести. Двести сорок иллюстрации Гестава Даре, которые мы сами раскрасили. Ну и сами видите. Плюс там их закладки. Российского флага. Двести сорок иллюстрации Гестава Даре. Это уже тогда... Ну вот, давайте-ка я уберу его. Двести сорок иллюстрации Гестава Даре. Шестой том. Двести сорок иллюстрации Гестава Даре. Так, это убрать. Восьмой том. Девятый. 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 Первый. 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 Вообще не было. Вот, первый. У него даже не написан первый. Я думал, одна книга выйдет. Одна. Получилось 33. Это говорит о том, что у меня ни замысла не было. Ничего нету. А что? Занятия в университете. Вот данный вопрос. Студенты. Я в пяти университетах делал занятия. В тринадцати школах. Во всех отделах милиции. Три радиопрограммы еженедельно. Так. У нас там что? Второй том? Третий здесь. Третий? Да. А вот и первый. Давайте, снимайте его сюда. Вот так. Сверху положите. Ничего тут не будет такого. Это семнадцатый. Где-то отдельно. Второй том. Вот теперь располагай. Второй том. Вот теперь располагай. Одиннадцатый. Одиннадцатый. Где-то найти десятый. Вон девятый. А там десятый. Одиннадцатый. Сейчас одиннадцатый. Шестьдесятый. Семнадцатый. Четверднадцатый. Третий том. Надо найти где второй. Первый. Второй. Вот он третий. Видите как все хорошо получается. Симфония. Труднее всего за вас мне вот эта книга. Симфония на неканонические книги. Самая лучшая в мире за всю историю. Подтверждаю это. Потому что все остальные мне были знакомы. И я один вывод сделал. Дело непрофессионально. То есть это абы как. Тринадцатый. Сейчас я разберу все. Надо найти. Подождите. Это седьмой ряд. Тринадцатый. Вот двенадцатый. Вот веди. Вот сюда клади его. Тринадцатый. 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 Слово Божие, не тут автографичное. Желтый 11. Двадцать второй есть, третий там есть, двадцатого нету, третий, двадцать второй, двадцать восьмой, был уже, кажется. Подождите, вот он, держите двадцать восьмой, вот он второй, чтобы не упали, держите, чтобы поломались. Нет, вот они тут хорошо лежат. Симфония на жития святых. Это у меня, я не даю уже три года, как кончились, это один НЗ, мои первые стихи. Так, девятнадцатый, вот он, есть, есть. Двадцатый надо. Тридцатый. Чего потерял? Чего потерял? Снайпер. Я смотрю тебя. Снайпер не вычислил, так долго мотал головой. Где, где? Так, четвертый топ. Оператор, будем крутиться. Подождите, подождите, вот он. А, там четвертый, один. Для слова Божьего не смотрим. Покупает что ли? Тридцатый топ? Так, четвертый топ. Старапан можно оставить. Да мне так-то тоже надо. Так, шестнадцатый. Вон, шестнадцатый, по-моему, да? Ну, по-моему, да? Так точно, шестнадцатый. Да, шестнадцатый. Шестнадцатый? На пользе хорошо их отвести. Я вот думаю, что мед еще хотел взять, но может быть, не брать. Тогда, мама, мед в банку дарит. Я говорю, да не надо, я тебе дарю, все, бери, бери. Нет, я хотел флягу заказать на сорок литров. Я говорю, что он мне подарил. Я говорю, ну, благодарил. Ну, одно будет условие. Никому дома не давай. Я говорю, это... Шестой у нас полностью забыл. Шестой, да. Дома никому не давай. Седьмой вот надо. Только тебе. Это лекарство. Я понял. Вот это я не выполню. Не из-за того, что даже не смогу сказать. Потому что у меня бабушку из дедушки. Так, двадцать шестой-то есть тут? Двадцать пятый? Нету двадцать шестого. Двадцать шестого нет. Пойду, попробуй Александр выйти еще. Да, вот. Братцова. Понимаете, что это за книги? Да. Вот смотрите. Это поэты мира, которым пользуюсь. Поэты мира. На каждое стихотворение, вот здесь вопрос задают, я отвечаю на него. И на каждое из шесть поэтов разных эпох. Это пятьсот поэтов мира за триста лет. Здесь я проворачивал двадцать тысяч файлов. Это вот как только ее где-то в библиотеке, ее сразу сметают. И она в коридоре не может задержать их. Двадцать шесть. Найдите там рядом, положите где-то. Двадцать шесть. Семнадцать, вы знаете, есть, нет. Семнадцать. Так. Семнадцать есть. Семнадцать, а? Семнадцать, а? Да, вот, вот семнадцать есть. Семнадцать, значит, не идет. Двадцатый вот нужен, и семь. Сейчас я буду записывать, каких нету, и пойдем искать. Все. Вот сюда. Вот сюда. Все должен записать. Каких нету. И вот еще пятый, только один. Пятый один. Еще найдем. И деньги сразу уходят у меня, получаю, не прикасаюсь, уходят на нужды. Ребят, это Господь сделал так. Господь. Поэтому мы хвалимся Господом, что нам позволил это сделать. Сейчас я напишу, чего нету. Так, Вячеслав кто ушел? А он за Александром, который вот тоже. Второй-то человек берет. Так, а он, что тут нужно было отрезать? Отрезал? Отрезать? Ну да. Нет, скажи. Нет, нет. Он еще не делал. Он брал, не брал, а я ему дал снимать. И он не выпущил, он 20 минут работал на холостую. Он так отрежет еще. Так. Стоп. Это я стул себе так сделал. Смотри-ка, мастер какой. Да. Ты школьный стул выкинул. Он взял и обделал его палками и получил с большой спинкой. А, точно. Так. Мне нужно сейчас какое-то такое обоснование твердое. Обоснование? Ну вот, на что написать. Ну что, ты еще не догоняешь половинку. Ты говоришь? Нормально. Чего, брат, аллергия-то прошла? Да, как-то да. Ну видишь? Трудно. Все перетрут. Что же такое не пишется? Да это он такой. Это карандаш такого цвета, что он очень близко по цвету к бумаге. Да вот у него здесь ручки сложены. Ага. Или вот карандаш. Еще оборачиваем. Пятый. Вот. Бумага такая. Еще же тут уже. Здесь второй. Здесь третий. Бумага вот не работала. Давай-ка. Пятый. Пятый. Один нужно только. Один. Шестой. Седьмого нет. Седьмого вот надо. Восьмой есть. Девятый. Десятого нету. Одиннадцатый. Одиннадцатый. Ой, подожди. Одиннадцатый. Ничего тут нету. Одиннадцатого. Это одиннадцатый. Рядом кладете. Двенадцатый. так будешь это буду скачал нет вас ждут я сейчас подождите меня маленькой часа скачаю вячеслав выключите выключи их зачем нам это испортить выключите звук не этот выключен а то чё вот это зачем тут она же нет даже никто не звонит громко выключил теперь они их я мог слышать а меня нет нет их то ладно мир дома сейчас не стрим ты не надо это надо в него зайти в стрим надо ну все я тут час разберусь а я 35 я сейчас разберусь все так я сейчас записываю подождите еще мы закончили 10 до то что 10 нужно так нету 13 я нет 13 есть один не 22 есть 14 11 сейчас подожди подачи посмотрим 15 нету 17 есть 18 18 и 19 и вот 20 нету вот это уже нету пошло дальше идет 21 до 23 на счет и 25 26 27 нету 28 есть 29 нету 20 лет дверь. За последние пять лет первый раз стихи дал, у меня их нету. Так, сейчас будем искать, где найти остальное. Тут нету, оказалось закрыто все. Вячеслава пошевелим, там у меня немного. И пойдем на улицу. Так, убери-ка. Ребята, вы мне нисколько не мешаете, так убери в сторонку, можно утащить. Так, сидите. Это хорошо, сейчас я сюда полезу. Двадцать пятый у нас есть там? А там у вас записано что? Где у вас записано? Вот у него листочек. Двадцать восьмой есть. Двадцать третий тоже есть. Седьмой. Вот седьмого нету. Библиотека приобретает другой вес, когда в ней появляется в клубе. Игнатий Тихонович Лавкин. Все словом Божьим наполнено. Семнадцатый. А я говорил до этого что? А вы говорили седьмой. Заново связать надо с восемьим. Я думаю, что да. А, да, семнадцатый же видно. Ну, не загнуй-ка. Да-да-да. Ладно. Возьми. 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 Видишь он красный? Возьми. Вот это бочёлый. Вот это бочёлый. Возьми. Вот он. Возьми. Не скажет кто-нибудь, имей веру, а я имею дела, а я покажу Проверяем, я сделаю их, я то 8-8 Давай проверять будем Ну вот 27-й должен быть 27-й? Да, у нас нету 27-й А здесь какой был? 11-й, 17-й Распечатывайте, я не запомню Мы же когда палочку с Инатином Тихоновичем затачивали, ты что, не обратил внимание, что он порядок устанавливает сразу? Ты думаешь, что он здесь столько корячится и не сказал ему как раскладывать? Я переживаю, что он что-то перепутывается Тут контроль за ним идет, как и везде, тут никак Ему уже сказали, куда что-то Только один вариант И когда привезут завтра Например, Елена приедет и довезет Давай, напишал? У меня тут есть все в 17-й Это 17-й? 17-й, да, вот Слушай, Вячеслав Ну ты скажи ему, что я тоже хочу взять Ну, только я не знаю, сколько денег там стоит 27-й распечатывали Игнат, что распечатали? Это вот 20-й А он хочет дать потом? Ну, сейчас-то точно у меня денег столько не будет 27-й это Так, 27-й Да, вот это 20-й Мы бы хорошо посмотрели Да, это 27-й А сколько стоит отправка, ты не знаешь, на Москве? Я его взял Вытащите его Елену надо спросить Вы взяли его сейчас оттуда, да? Да Нет, все, 27-й, все верно Его закочеркните А это? Это сейчас откроем Так, вытащите к Елену И от селька куда-нибудь Вон туда подальше положите Или через Елену проще Я не знаю точно Там привезти нет Он даст его Тоже 27-й Тоже 27-й Просто сейчас он все запаковывает обратно И ничего не будет Вот это вот надо развязать Держите, завязывайте По-моему 10-й Вот это сначала А что такое? Что такое? Выпал тут что-то? Выпал здесь сзади Проще, наверное, Елене сказать Она сфорирует И привезет завтра Да-да-да Вот надо ей сказать Нет, там же еще есть места Сейчас тут еще не все Ну просто сейчас, видишь Они братья по две раскладывают Я не знаю, как лучше-то Нет Тебе-то, если про себя, то да Тебе, например, лучше стоит Ну вот Давай сфорируем Это же не так, да? Ну вот Завези, наверное, напишу Напишу, да и все Попал и бай Только ты посмотри, как он делает Там ничего сложного-то нет Ты сначала вот Перекрещиваешь их Смотри На середине Это-то я знаю, как делал прекрасно Ну вот На середине две Бумажку я не знаю, как заборачивать правильно А, заборачивать Это-то я знаю Это-то ничего сложного нет Ну и все, вот она у тебя аккуратная Семьдесят Семьдесят Нашал, делал Без технологии какого-либо Вот это вот еще не правильно Это восемнадцатый Мусульманский А? Да, восемнадцатый Нужен пятнадцатый и двадцать Да, возьмите пока Еще седьмой Нужен семь Нужен пятнадцать Двадцать 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 Ну еще пятый Один Вот Девятый Девятый? Нет, вот здесь Палатья, третий этаж Написано там Написано 9 А тут написано 23 Посторонний вход за плечом Ну надо посмотреть тогда За счет Вот это убирайте Двадцать седьмой Двадцать семь Произноси что Ну да Двадцать 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 Золотой Ну что там написано Ну еще раз Посчитаем Вот сейчас найдем Вот здесь Двадцать третий Переверни двадцать 23 23 23 23 23 23 Еврейский Двадцать восьмой Двадцать восьмой Якобы Такой коричневый Двадцать восьмой Тридцать Двадцать восьмой Двадцать восьмой Ага, двадцать восьмой Ты пока запустил бы там? Нет? Я же не могу Ну, теперь нужно Идти только Ну смотри, сейчас будет спрашивать Нет, уже У нас первый А это какой, говорите? Это синий Синий, вот А нет, это другой Вот, вот Нет, это тоже другой Вот такой? Нет, такого нет Ну давай развязывай Это Двадцатый есть такой? Вот, двадцатый нужен Нужен, да? Да, нужен Вот нужен Так, у меня бумажка Это вот, вот она Вот она, вот она Я тут зачеркнул Десятый Он уже есть Двадцатый взяли? Да Вот двадцатый И двадцатый Вычеркиваете тоже Двадцатый там один был? Нет, нет, нет Вот все взяли Взяли Так, не успел я Да, остальные двадцатый куда-то положите выше там Хорошо Как у него можно успеть? Можно заранее просто понять Двадцатый взяли, да? Двадцатый взяли, вычеркиваете Сейчас просто мгновенно Ну это пыль Да Ну тебе не сказано ничего Не, мне сказано было Вот седьмой нужен Заранее должен этот Сообразить, что сейчас пыль будет Седьмого там не было Достой И сразу идет косьмой Мозг Ты же можешь понять, что там не чистота идеальная О, седьмой вычеркиваю Основной туда дальше закинь Я их положу Ну все Пятнадцатый еще нужен Вот в чем дело Сейчас пойдем искать Пятого нету Пятого нету Четырнадцатого Один только Да, четырнадцатый А пятнадцатого нету Двадцать девятого Да Так Хлопцы, сидите Ну что-то носок чей-то? Да, это я Так, ну что сказать Садитесь, занимайтесь Да, я занимаюсь Сейчас там еще А мы пойдем в семью Угу Так Вот Трехкомники А вот они Вот уже Ага, все 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 по два Угу Там же с апокалипсисом уже, да? Да Да Весь молодец Пойдемте Будет помогать Закрывай 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 Вот там вот этот, вот смотри, какие здоровые, размах. Это куршун, по-моему. О, да-да-да. Тут рога, видишь, сверху. Ничего себе. Ты колокол-то брякни, чё ты? В колокол уже брякли. Позвони, чё ты? Ты же не звонил. Ты хоть позвонил и знаешь теперь, как это... За язык дёрнул. Ну-ка, распечатывай. Нет, кажется, 14-й-то есть. Открывайте. Сейчас. Пятый там у нас... Слушай, 14-й-то есть. У него на бумаге там записано, перечислял и всё совпало. Ты подтвердал. Пятый. Пятый? Пятый. На, остальное занесите туда. Занеси, отдай ему книгу. Пресчёркиваем. Дальше. 14-й, 15-й, 20-й. Пятый занеси. Вот один пятый. Да, и туда занеси. Нет, он сказал сюда. И сразу найдёшь. Крова. Такая палка тут замечательная. Сейчас я покажу вам. Палку эту замечательную. Сейчас я поставлю и встану таки палкой, потому что будет видно сразу. Вот она палка. Вот она так изогнута здесь. Вот так росла. Гнутая. Такая красивая. И очень удобная. Прям раз, пошёл. Прочная. Очень удобная палка. Надежда Васильевна попросила принести в воду. Да, да. Магичка именно, да. Ну, всем надо спить. Что, колуны показал Игнатик Ночевам, да? Нет. Вот я про них сегодня вам говорил. Вот колуны. Видишь, подпирать дверку? А, которую колотить тяжело. Металлические потом. Видите же, деревесина гасит, а эта не гасит. И у тебя вся вот эта кинетическая энергия от удара, она тебе отдаёт рульку. А вот 31, 32, это какие считаются? Сейчас взвесим, сколько он весит. Но он не такой тяжёлый, кстати, как этот самый. Не такой он тяжёлый, как куалда, но мощный. Ну, конечно, колоть им это. Преступление против собственного здоровья. Деревянная должна быть. Ручка у топора. Как иначе? Это я не знаю, зачем вообще такие изготовили. Кувалда ещё хоть как-то оправдана, а здесь не знаю. Спросим. Всё спрашивает лучше. Да и вообще везде. Вот что должно у каждого христианина висеть на входе. И сказал ему, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. И крест. Вот это вот образцовое оформление вообще входа в любую квартиру христианина. Сразу, благая весть, сразу крест. Видел, как вход надо оформлять домой? Раз, описание. Да. Это же сразу проповедь идёт. Закрома, закрома такие хорошие. Надо убрать, чтобы я немножко не поранил его. Ну да. Да, тихоньче лазит и прочее. Работал весь день. Мы молодые с ним работаем и мы устаём. А он как бы не показывает вообще, никогда не скажет. Ну вот домик Игнатия Тихоновича. Вон там тучка какая-то нас нагоняет. Не знаю, сегодня поливала маленько. Ну здесь вот у нас живёт Игнатий Тихонович Лапкин. Это его дом. Здесь всё оборудовано. Здесь вот баня слева у него. Тут гараж вот этот сейчас. Тут гараж. Тут газель-буговестница стоит. А вот это баня. А здесь вот домик Надежды Васильевны Лапкиной. Супруги его. Каменный. Помоги ей ногу закинуть-то. Помоги. Я у Надежды Васильевны-то не был ни разу. Вон смотри. Она неправильно прыгнула сейчас. Всё, тормози ногами. Ногами тормози. Ева, тормози ногами. Тут оборудованы торзанки. Сейчас вам покажем. Только не торопись. Давай. Давай, смотри. Давай, Леша. Молодец. Смотри, аккуратней только здесь. Крепко держись. Аля, смотри. Ай! Не пойду. Не успела. Васильевна, тормози. Дождьми. Ай! Васильевна, давай мне. Давай. земснаряд пошел раз сейчас мама еще сделает жарче вообще пропотеешь напрочь у нас все открытые какой скрытый человек со штативом и еще и голос подает ребенок то сам не чувствуешь ему жарко надо его одеть вот так и болеют потом сейчас нас потеет и продует и еще больше ну чё сказать владимир тут зайти-то боязно идите ищите господа когда можно найти его и сай 55 6 гордость ненавистно и господу и людям и преступно против обоих сираха 10 7 гордость и высокоумие низвергли дьявола с неба преисподнюю смирение кротость возносит человека с земли на небо преподобный антоний великий мир дома сему миром принимаем ну и чё вы опять будете бурчать ой ой да ладно такую красавицу то не снять вы чё у меня потом скажешь ты зачем купил технику такую красавицу не снял нам вот дают а я что за камнями закидают да ты посмотри-ка что еще и смеется он я чё смеюся серьезно говорю то я же не могу врать открытки какие делать поздравительно 15 штук не наделать надо таких я сама оформляю видишь что а чего хотели это совет какой-то спасите да но вот теперь смотри что я вот так написала да тут есть это галатам 327 да все вы во христа крестившиеся в крестах ликвись вот смотри здесь так написала здесь так написала а вы хотите чтоб всем разно так а вот здесь вот видишь вот здесь вот значит из священного писания и кто будет веровать и креститься спасен будет это так это другая картинка здесь другое будьте бодры и всегда молите скоро наш спаситель придет будьте твердо непоколебимы всегда преуспевайте в груз в деле господнем и здесь пишу потеряю каламонтовского района лапкина гнать и лапкина надежда это что это память вам мои миленькие да конечно мы уйдем из этой жизни это память вам останется будет молиться за ним будьте бодрые всегда молитесь а теперь я хочу чтобы подсказали что мне здесь написать люди ты писание знаешь но про про дела веры надо написать мне кажется что вера без дела мертва например чтобы люди они не просто покрестился лоб и поехал ну и все а чтобы дела делал вот ниночка сестра мне то же самое сказал но покрестились и прямо на небо сразу святые иди и впредь не греши да вот и проповедуйте евангелие можно написать кому-то вот эти ребятишки вы хорошо подсказали дайте я запишу вам числа давай на бумажке то у меня же много там где где ребятенок надо по этому поисковику посмотреть чтобы сразу вместо стих сказать будьте бодры а вот проверка тебе не они не учим даже как ты сказал иди и впредь не греши а иди и впредь не греши это у нас там на пол зона написано при выходе да это вот брат николай подсказал два места писания и пред не греша где написано я не помню сейчас забыла когда к нему там подходит весна весноватое что-то сказал а вера без дела вера без дела мертва ну там надо по пошире взять-то доля листвуете он сказал видите будете проповедите евангелие всей твари матфея 16 глава 15 стих и дети и проповедуйте марка 15-16 или 16-15 евангелие всей твари 16-15 марка 16-15 16-17 да не 15 уровня да посмотрите я посмотрю вот это хорошо значит и дешевле 15 что в 15 будет крещеным да да не знаем мы как бы у тебя садись может и не допустит еще кого-то а может и приедет еще кто-то неизвестно же видишь слова написал минут попробуй разбери но давайте я написал у меня больше на другой слава написал я не могу понять там все некоторые слова души это чем грамотнее темы да не вот как юноша идет то есть для юноши какое-то место описания был а данил тоже же он же в виде до завтра не следом вечером там телесные упражнения мало полезны можно ему написать потому что он физкультурник и чтобы он не увлекался этим если это адресная будет ну есть такой даже что он занимается физкультурой преподаватель физкультуры в будущем где написать переписать вот эти оторвать нам туда или как конечно конечно так вроде как мало полезно телесные упражнения мало полезно как тимофея писал но ему надо еще чтобы написать он ревнует о чтении писания может быть это им лучше он ревнует читает писание у него хорошая тяга прямо вот сам сам садится да и эту тему чтобы он продолжала исследуйте писание бы через них вы думаете иметь жизнь вечную 539 вот это я уже они свидетельствуют о мне но если это есть тогда можно сказать так это занимайся всем постоянно так спасешь себя и слушающих тебя вот это я как раз и хотела написать вот я не помню откуда это ну там или 1 тимофея 2 тимофея 1 тимофея вникает себя и в учении заниматься постоянно это тимофея мне нужно твой оставила я думаю эти самые а чего ноутбук развлечить на стекло а ноутбук то сюда вы не взяли на ноутбук то не брали с собой нет я не взяла потому что у вас николаевна попросила оставить лучше грида августа едешь а а мне горит надо здесь по нему занимается на то может ручка написать карандаш бледность нету ручки на воли не тут и посмотри сколько вот у меня карандаши у вас там маркеры и это ты не забывай кто перед тобой сидит это еще кто перед тем я перед вами они вы передо мной ребятишки ребятишки потом на 50 лет я старше вот этого мальчика все сестрам чинить про для сестер чтобы чтобы не были праздной нет а подожди вот это жена про жену мы читали с тобой или с кем что вот это жена которая угодно мужу как как там было счастье для мужа как там а как откуда это сирах или кто это опущены руки ты мишу да нет вообще тоже помнишь что там у сирахова там где про жену который вообще просто жемчужина там вот это вот для это последняя глава сира причем речи или притчи чуть притчи 31 глава до который говорит там и ночью встает там она доводительная жена называется да да притчи 31 причина к притчи это я про жену вот эту хорошую там хорошо же написано да конечно отлично речи а то и делал так можно сказать тоже родила отделе и о послушании а притчи там написали тридцать первого притчи 31 а вы свою почерк разбираете ну конечно просто я бы мог наверно немножко не разобраться когда что каракули вот эти каракули когда это тоже другу послал письмо неделю разбил в зору тебе же надо тоже на карточке бумажки да зачем ты честно пишешь как нет у меня есть есть какая есения несения на его 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 она правильно на крещена его ее может даже крестить ему так его она сказала документы должна поменять игре она если крещеной его это на небе будет бог искать его нанесения она говорит ну я тогда но если крещена но все равно и можно открытку дать там про нужно про этот ей обязательно надо почитай отца и мать послушал что гореть и на земле ну что у нее это ну или про послушание потому что у нее с этим пока не очень девочки четыре годика что ты хотел но израстет по диву и все разные четыре годика послушание его алексей анатолий а кто чудо микси меньше уж которого так он будет креститься приедет да какой меньшиков или какой я не знаю не который уехал то на этом нет он не перейдет а он крещен он он крещен это меньшиков меньшиков все анатолий на еще это вот он наверно анатолий ему что-то про главенство мужа в семье надо потому что там мне кажется немножко не так семейный да у нее трое что ли детей по-моему меньше а может и нет нет уж семейный точно сто процентов сколько детей я просто не помню может и меньше чтоб подкаблучником не был да как вы говорите а вот этот я вас путал с этим с великобритании который живет нет там у нас брат один живет и у него там жена просто ну вообще устраивает такое но он держится держится пока держится но тяжело ему очень ой господи помилуй нас грешных с этими женами а я вот не согласна с тем что игнати когда мне нужно было выйти за стола это не деликатности у него здесь это не относится под подкаблучнику это просто это где воспитан на занятиях что-ли ну как то мы сидели занятия были а ну так это же вам же он говорит постоянно садитесь у выхода так у выхода я там как ела и начали занятия так и осталось надо было перейти да и все чё я бы если был в вашем положении я бы всегда садился прямо у выхода зачем себя подставлять сами себя я как бензина вот так разрула вокруг кровати и сама спичку зажигаю но и подгорела ну ничего себе вы же знаете что вам надо выйти то будет заранее не садитесь туда да и все ну а игнати всегда сидел на краю скамейки с другой стороны до этого он подсел ко мне сюда это неважно так он вас наказывает специально чтобы запомнили знать сколько учатся людей благодарят на вас до никита приезжал тоже на нем то сколько это и учатся я сам учусь постоянно маргарита написанные три ребенка как маргарита ну так и пиши маргарита и 3 чада с чадами мы же не знаем как их звать то тебе маленькая евангелие говоришь есть да да мне владимир подарил такой новый совет нет такого нету нету николаю николаю новый завет то есть я даю вот эти вот всегда я бы маленький подарил у меня дарья есть москве знакомая она тянется тоже к писанию если у вас есть они я бы ей один подарил бы передал от вас она расположена очень к вам 20 штук у меня 20 штук для подарков и вот этих 10 штук я значит николаю дарю эту и маленькую маленькую дарья подарю от вас она прямо увидела вас разовой какая жена игнатий тихонович сразу прям старая расплылась нет мудрая ласковая проще там разные такие слова и вот хорошие хорошие отзывы так ну не знаю будет понятнее или нет что ты прекрасно прекрасно без даже без лечебного стекла мне все ухты до крупника как молодец так слушай он говорит 15 человек то есть должны еще подъехать сейчас посчитаем сколько здесь маргариту с тремя так и считай детьми 13 ну тут 16 уже набирается 16 даже но если три ребенка считать вместе а если их вычесть то 13 пока еще ведро воды но ты подожди состав пока здесь я разолью 2 ковшик возьми в умывальник 3 ковша налей пожалуйста занимайтесь хорошо я разолью и его люди подождение володи ой прости кубе чего не поднимай ведро ты что дон там столько всего поднимает вы чё это же володя он у меня он у меня поднимет ничего не чихнет даже вот у вас хорошее вот будьте тверды непоколебимы всегда преуспевайте в деле господнем 1 коринфянам 15 58 но эти места хорошие оприми меня спаситель в церковь верную твою верю яму искупитель в кровь пролетую твою воспридаю мне чтобы взор надежды полный не глядел опять назад но взирал через бури волны все вперед в твой вышний град видишь как да это николаю есть такой я допустим ли еще да пусть скажет ты кто такой вообще верующий или кто пришел тут как же знаю верующие как одна бабушка говорила ой какой верящий верящий вот такой верящий а вы знаете надежда сыгнать и верующий она в той комнате спит а он там на полу спит ой какие они как начал вот как я говорю что делаете ну почему такие тайны это же пред богом все вы куда-то людям рассказывать ну конечно ну разве может никогда нельзя ничего тайная интимность семейная говорит наружу это все остается пред богом какие же вы неразумные бабки пришли я приехал я тебе что хочу секретно сказать секрет поли шинели и вот ты представляешь мы приехали в барнау в покровский собор пришли а я летним платьем вот так вот с у кого еще ходи на такое летнее красивое платье ну и пришла и выхожу на паперти после службы и начинаю вот несколько бабок стоит я начинаю им свидетельствовать говорить о христе знаешь я учил тогда наизусть очень много первые годы я так писание было я без слез не могла не читать не молиться я даже представляла вот он христос вот рядом богородица вот она рядом рядом со всем это я с ней беседая без слез не могла беседовать с ними а сейчас у меня этого нет чувства я не чувствую присутствию они чувствуют даже 1 любовь потеряна она потеряна и вот ты знаешь вот так вот это только стоя на молитву мне как-то там вверху как бы двери открываются и туда далеко далеко я я как бы там я не на земле где-то там далеко и вот прям рядом рядом со христом ой как было хорошо его читаю писание прямо и слезы вьются не могу прямо а надо на работу идти ой говорю опять закрывает бегу скрину потом с работы приду и вот и наизусть им говорю стихи говорю стихи громче говори все паперти на лестнице там внизу уже снизу кричат громче говорит и так он все голый гордо говорит рупора то нет и они ты представляешь вот стоят они так умильно словам божьим так умилились люди но потом распрощались пошла я пошла и месяца три меня не было мы сюда в потеряю вкусыгнатием уехали то есть мы барнау переехали вещи там а потом сюда поехали потому что не могли найти квартиру где съемная потом уже нашли и вот потом приезжаем а мне это у которой взяла нас на квартиру к себе наденька ты знаешь ведь мы думали что богородица спустила с неба к нам ты представляешь вот до какого состояния доходил ты такие слова говорила мы никогда таких слов не слышали это только с неба богородица и мы все бабки которые там стояли слушали весь народ да это точно если не появится она еще у нас это точно было богородица ты представляешь и вот мы так смеялись потом грани надо так и вообще не преувеличиваете никогда не привыкли преувеличивать я когда появилась на день как приехала ой мне все приглашает к себе к нам к нам к нам пойдем с нашей семьей побеседуешь да у нас неверующие люди да все и вот я я в довосибирске также меня каждый приглашает ночью я еще девчонками 30 лет не было приглашает каждый а у них ребята пришли из армии они не это не со своим годом ходили в армию поэтому сестра и сватают меня и сватают игрок то какое зато какое замужество когда христот скоро придет на какого замужестве должны говорить вы что говорите парень неверующий ходит в церковь но неверующим я побеседовал на и они все меня приглашает каждый и со своей семьей беседуешь так все по милости господне и они потом начинают на подходит и давай сватать я где где гарантия что ты меня сегодня возьмешь и завтра оставишь ну где гарантия что я никогда не за кого не соглашу игнатий то четыре раза подходил ко мне все время отказа только на четвертый раз нет не упорство дело в том что я никогда не хотела замуж и я пред богом стала первые годы господи я никогда не выйду замуж я буду только с тобой здесь на земле и в вечности ревела так невозможно и не сдержала слова представляю все таки игнатий переманил меня отец аким ниночку мою любил очень он ему 18 ниночка в ранее 1 год 18 лет он в армии ушел горит игнатью ты мне ниночку побереги и переписывались и он до сих пор вспоминает мне это учет он согласен но она она-то замужем нет ниночка и два сына было потом она вышла замуж конечно вышла за пьяницу который но она не дождалась что ли его или а у нее не было взаимно это они нет не то что не дождалась а дело в том что игнатий перебил мы повенчались и на тима кимович него уже нельзя по церковным правилам я не знал что так это смысле сестер братьям нельзя брать сестра две сестры и два брата нельзя а у сектантов почему-то можно и вот две сколько в них там много таких браков где две сестры и два брата да ну и ниночка конечно замуж конечно он умер и и еще смотрю но она не пошла больше но два сына выросла сейчас вот сын обещает на днях уже приехать и нагнать и просил его дров в 1 отвезти ну и вот представляешь и богородицы богородицы наши приехали брать так и дома и вот мы беседуем беседуем со всеми почти каждый день потом каждую службу воскресная служба прошла мы на 7 часов пришли в храм нас в 7 часов было служба до 9 часов а в 9 10 часов бежим к баптистам здесь проповеди нет годы гонений а у них проповеди хорошие на его представляешь и они нас переманывают к себе я пою вместе со всеми пою это и там с одним пели один стоял очень красивый голос тенор такой громко так будет и я за ним громко вовес голос а не на день ка пойдем к нам накладно в хор петь я не хочу я вообще я православная не хочу я не я никогда не соглашусь у вас да почему да потому что останется нет у вас нет рукоположенного священства это главное главная причина а что еще мы только приходим слушать проповеди ну и вот они это один проповедник каждый раз выходит и против православия его против православия ты представляешь один раз я прослушала который раз прихожу он опять выходит я встаю демонстративно и выхожу его первое выставили я сразу встаю и ухожу раз его в средине поставить я опять встала и вышла его на последний стали я встала и вышла на день к задержись там на пороге прим я уже дверям подошла он кричит чтобы я осталась но я задержалась чем объяснить другие проповедники выходят говорят ты не выходишь как я выхожу на кафедру ты выходишь я не надо травить против православия вы же знаете что я православный человек я к вам никогда не приду а зачем вы кафедра дана не для вражды не для того чтобы вот эти бросать атаке околкости против православия а дана для христа мы пришли сюда а христе послушать а вы что делаете он больше не стал говорить против православия я тогда на его проповеди а он таки горячие проповеди всегда говорил потому что он был пятидесятникам но присоединились к баптистам они и он горячие проповеди всегда горит а когда умер пригласил игнать и чтобы болел когда игнать и пригласил чтобы гнать и нес крест понятно если никогда несли крест и все подходят к гнатью чтобы заменить его тяжелый же крест таки на тебя самое кладбище не отдал крест они все баптисты ты посмотри какой проповедник и в конце свихнулся заказал крест сделать и православного пригласил чтобы его проводили что он а он никакой православия перешел просто сказал игнать и неси крест на кладбище если ну да а они крестов не ставят же нет нет конечно ну видите значит что-то переменилось то у него внутри то разрезать может быть а мы не знаем может быть мы не знаем да ну других кого поменялось так они перед смертью причащались такие были случаи ну вот представляешь потом эта бабушка которая мы жили на квартире то все это все рассказывал какие-то проповеди все мы говорим о лимитском а мы работали на стройке же с игнатьем и у нас работа была в три смены я иногда приходила уже перед утром почти когда смена заканчивалась и не в двери не беспокоила ее она ночами бабусенька всегда вставала на коленочке и акафисты читала наизусть наизусть и навыков что-то богородица кажется и говорит я в комнате и слышу крита денька пришла и не побеспокоила меня а в окно залезла окна открыты летом были открыты но я это подойду к в окно с лесу и у меня так в окно так залезли вот так же кровать стояла я прямо раз и не беспокоил никого чтобы отлично так она говорит приходит даже не беспокоиться и вот такие вот делим потом ей ну чё на одна комната была и кухня и все и вот так вот кровать перестояла и гнать всегда там на полу сто раз пол она отказала нам что нельзя это мало места и народу всегда много приезжают свои родные дети все одним словом отказала я пошли другую бабку нашли и вот так тоже одна большая комната вот так вот ширму повесили через всю комнату ширму повесили я у той стенки игнатью это стенки а она вот там около двери у стенки спала и у нас игнатьем первые годы мы всегда ночью вставали если мы ляжем 10 часов то мы в два часа на молитву всегда с полуношницы молимся давай говорить все они же меня убить собираются ночью ты представляешь а вот ширма то так было а луна так была когда луна была и через ширму наша тень то видна что мы ну да когда же видно что мы молились кланялись то и земные поконы делали так как он она не убить меня хотят ну там так это же сектанты мы крестимся молимся комиссии мы сектанты не понимали и вот эти люди то говорят травят я скажи ты что шутишь убить там полицию все это милицию предупреди всех одним словом она стала нам отказ к нам некуда идти нам некуда идти нигде прямо у всех спрашивали все отказ потому что нас считают сектантами никто не нет самой не верит а потому что мы слава боже проповедуем открыто а годы гонения нельзя проповеди не говорят в церкви там этот запрещает ну и все и ты можешь представить пошли мы этой к этой опять бабушке вернулась я игру пока на время чтобы хоть вещи здесь а потом мы ночью лунная ночь и гнатин на третье смены работает и я ночью на тележку вещи и поехали и поехал и ночью перевезла вещи к этой бабушке там в сарай составили переночевали у нее на другой день она уговорила свою подружку и подружку вот так вот представляешь комната маленькая кухонка здесь и вот так выйдешь отсюда и здесь кладовочка и здесь печка у него в кладовочке так она вот запечка маленько место было она поставила себе сделал топчанчик и за печкой в этой кладовочке жила здесь столик поставила совсем мало места даже двух метров не было представляешь и вот а нам отдала кухню и комнату и вот мы поселились у нее все перевезли вещи все живем все так хорошо вдруг проходит несколько времени она по наслышавшись от людей и все там говорят вот так и так это сектанты ты что делаешь откажи им и прочее на отказ ты гнать и в это время уезжает потеряевку я на игру ну хорошо давайте я в сарай вещи все в сарайку я как перенесла везут рядом сарай был и гнать и ей там погреб сделал все это хорошо в сарай сарай хороший сделал все это умеет ну и там дрова уголь и там топчанчик я сделала пока его нет я вещи все туда перетащила и на этом топчанчике спала это еще август месяц еще тепло ты сектантка иди к сектантам к своим и фразилия михайловна никогда не были сектанты вы почему у меня у мамы у меня дедушка священник у меня у мамы семь поколений священства мы всю жизнь православные чего вы считаете что мы сектанты ну вот все говорят чтобы сектанты но даже если сектанты мы такие же живые люди мы нуждаемся вот в этом жилье но даже сектанты пусть его по-вашему были так ну и чё мы вас переводим сектанты что ли или что ну что мы плохого то сделали или кого-то хоть покажите одного человека чтобы сектанты перевели нет и все нет и все потом она вскоре продала этот домик и уехала в монастырь в монашке поступила и там она осталась так и умерла на царство небесное добрейшей души человек было вот такие ну в сарае побыла побыла игнатий приезжает дать ему где-то искать нужно квартиру он меня к сектантке не сильно к сектантке она однажды она была одна одинокая вышла уже замок это за 40 лет ей было так до 40 лет и она разрешила тоже благоустроенная однокомнатная квартира она мне разрешила меня приняла а игнатий опять в потеряевку уехал еще на работу не устроился и вот я у нее живу какой-то месяц-два и там где я на стройке работала мне дают комнатку правда маленькая 14 квадратных метров меньше вот этой вот даже так она продолговатая только игнатий приезжает из потеряевки обрадовался так ну хоть маленькая ему своя переехали на весь два ремонт прям ночью делали ремонт все белили замазали игнатий на другой день там полы где-то были подгнившие все это выпьем сделал сам плотный и вот так мы и прожили 27 лет это маленькие пушки представляешь 66 66 году меняю школу освободили 69 году нам дали эту комнату а в 68 мы приехали в барачного типа и вот мне 27 лет там прожили и вот когда стали уходить она холодная была в барак то такой два кирпича и внутри засыпка шлак носили холодный даже над печкой у нас всегда снег было вот так щель все барак прям так и смотри сейчас развалится но ничего девяносто четвертом году я раньше ушла из купили для тогда годы гонений не было приезжали из деревни и нигде ночевать они подходят на день к ты найди к нам квартиру без купи мы деньги соберем значит купим так и сделали собрали деньги что я купил им покровский собор здесь покровский собор здесь и вот так раз здесь магазин дом еще еще один дом и наш домик на втором этаже на втором этаже только продавалась комнатре я дальше там нигде не могла найти здесь две маленькие комнатки и кухни за 7000 за 7000 она продавала ну это сначала соседей соседей хотели перекупить она говорит у меня 7000 они за 7 согласились только за 3 а мне эти верующие то собрали 7000 это на эти деньги и вот эти деньги это приличные деньги то ну да там зарплата инженера 100 было рублей или 120 месяц если ну и вот я уже не надо посмотреть